МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почту России за бесплатное заимствование снимка. И у кого хранятся все счастливые трамвайные билеты? В обзоре благосферы. Не откладывая в долгий ящик, самое оперативное, важное и любопытное за неделю из того, чем живут алтайские информационные технологии. Цифровой мир на контроле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интернет-сайт появился у Тегерекского заповедника Алтайского края. Теперь можно изучить карту объекта, ознакомиться с представленными животными и растениями, узнать, как в заповедник добраться. Ну и, конечно, есть новости и фотогалерея. Из онлайн-функций только возможность оставить заявку на посещение Тегерекского. Успеете только подать ее за две недели до визита. Радиостанция Алтайского госуниверситета Планета Радио вышла в онлайн. Теперь ее можно слушать на официальном сайте ВУЗа. Ранее же радио вещало лишь в Универкафет. Сообщается, что помимо университетских новостей и программ, на волне можно услышать рецензии на музыкальные и киноновинки, а в перерывах классический рок-н-ролл и редкие хиты. Желаем онлайн-радио популярности! Онлайн-регистрация на молодежный управленческий форум АТР-2013 стартовала на официальном сайте мероприятия. Нужно нажать соответствующую кнопку, заполнить анкету, выбрать направление участия, рассказать о своем проекте. Программа «Альтернатива» с радостью отмечает, что впервые на форуме появилась площадка IT и инновации. А значит, интересные проекты определенно будут, и мы о них расскажем. Следите за новостями нашей программы. Сборная Алтайского госуниверситета победила в сибирском региональном туре Imaging Cup, крупнейшего в мире технологического конкурса. Проводится он при поддержке Microsoft. Команда из трех студентов физтеха стала лучшей в категории компьютерных игр. Ребята разработали гонку для операционной системы Windows и для мобильных платформ. Презентовать они ее планируют через два месяца. Альтернатива, конечно же, держит руку на пульсе. Алтайские блоги не попали в число победителей конкурса «Блог Рунета». Барнаул-ФМ участвовал в номинации «Блог как СМИ». В категории корпоративных – сайт барнаульского метрополитена. Кроме того, бийский проект «Позитайм» о мировых хороших новостях не попал в призы. Меж тем, организаторы конкурса анонсировали, что появится список финалистов, однако обещания не сдержали. В итоге понять, какое место занимают алтайские блоги среди российских, не представляется возможным. Кстати, продлен срок приема заявок на межуниверситетскую олимпиаду по веб-программированию, которую проводит студия «Сибирикс» и центр «Софтлайн». Принять участие можно, зайдя на сайт olymp.sibirix.ru. А сейчас новости алтайского телекома. Провайдер ТТК сделал доступной возможность взять обещанный платеж с помощью своего андроид-приложения ТТК-баланс. Кроме того, запускают акцию по подключению к интернету с несколько сниженными ценами. Ростелеком рапортует, что 20 марта поднимет цены на основной пакет телеканалов услуги «Интерактивное телевидение». Подъем составит в среднем 30 рублей. Билайн сообщает о запуске сервиса «СМС-диалог», который позволит обмениваться двум пользователям не отдельными сообщениями, а платить за диалог в целом. Подробностей пока нет. МТС реализовал опцию для мобильного интернета с единым тарифом по России. Трафик – 100 мегабайт в сутки при нахождении в любом регионе. Еще больше про IT и телеком-сферу нашего региона в следующих выпусках. А сейчас, как обычно, заполняем пробел в знании сегмента интернета Алтайского края. Несколько дней назад немало шуму наделало новость о том, что рубцовские студенты запустили свою социальную сеть в Рубцовске. При этом она оказалась, ну, очень сильно похожа по функционалу и дизайну на соцсеть ВКонтакте. Зачем Рубцовску клонировать детище Павла Дурова и может ли этот проект стать востребованным? В рубрике «Пробел». Когда информационный шум вокруг соцсети в Рубцовске только начался, счетчик зарегистрированных пользователей показывал и постоянно увеличивал четырехзначное число. Неужели и правда за несколько дней на сайте зарегистрировалось более тысячи человек? Вот и нет. Редакция «Альтернативы» зарегистрировалась 288 пользователям. До тысячи далеко, но и от десяти ушли на приличное расстояние. Счетчик со страницы потом исчез, но ажиотаж вокруг проекта в Рубцовске остался. Уж больно он напоминал одну крайне известную соцсеть. Сразу хочу развертить сомнения наших доброжелателей. Да, наш сайт работает на всемирно известном движке «ДЛ», лицензивное использование которого мы выкупили. Но дополнительные плавины написаны и дорабатываются нами. Также хочу отметить, что дизайн, который на сегодняшний день, так и прочим, и функционал, это далеко не конечный результат. И будет постоянно дорабатываться с учетом мнений наших пользователей. Впрочем, может и правда, не стоит излишне критиковать свежеиспеченный и не до конца еще прожаренный продукт соцсеть в Рубцовске. Может и появятся уникальные функции, возможности. Пока мы лишь заметили, что проект позволяет отслеживать посетителей личной страницы, чего так не хватает многим ВКонтакте. Есть еще некий рейтинг, который можно повышать за некие рубчики. Социальная сеть изначально задумывалась как средство для оперативного общения преподавателей и студентов от тайского техникума экономики и права. А, соответственно, все расходы взял на себя техникум. А это предоставление оборудования, выкуп лицензии, покупка сервера и так далее. Конечно же, мы не рассчитывали на то, что наша информационная площадка для общения заинтересует других пользователей интернета и получили такую глазку в слуху. Сейчас соцсеть с одной стороны обрастает типичными для ВКонтакте явлениями. Например, откуда ни возьмись, появилась матерно-хулиганская группа МДК. С другой, отрадно, что есть и местные сообщества, вроде православного Рубцовска. Правда, с двумя подписчиками. Популярность соцсети еще нужно повышать и повышать. В городе Рубцовске мы не продвигаем нашу социальную сеть, а просто сработала заработанное радио, которое, как мы видим, по числу пользователей до сих пор работает. Сколько продлится эффект экзотической новинки, когда количество пользователей проекта растет, непонятно. И сможет ли он догнать хотя бы типичный Рубцовск ВКонтакте? Для этого создателям проекта нужно понять, зачем им эта соцсеть. Нам ответить на этот вопрос Анатолий Сущевский не смог. Тем не менее, желаем проекту удачи. А теперь традиционный обзор заметных явлений и самых интересных материалов алтайской благосферы. Случившийся на днях пожар в Барнаульском торговом центре «Парад» уже успел проанализировать «Скайдринкер». Оказывается, здание неоднократно закрывалось за нарушение пожарной безопасности еще в бытность его домом быта. Еще из оперативного. Американский писатель с барнаульской пропиской Сэнди Кролик сообщает о возможной экранизации своего произведения «Вероника. Сибирская сказка». К сожалению, возможности этого сам автор никак не комментирует. Максим Шимаров наконец сообщает подробности своей судебной тяжбы с почты России. Пока суд предписал почтовиков выплатить за позаимствованную фотографию автору 50 тысяч. Получит ли блогер деньги? Пока неизвестно. Тему снимков продолжает Матроскин. Он публикует интервью с фотографом Иваном Озеровым, из которой помимо личной лирики можно вынести полезный совет всем начинающим фотографам. Сначала прочитайте инструкцию к камере. К исторической рубрике. Сообщество «Барнаульский трамвай» публикует фрагменты коллекции билетиков Юрия Скурыдина. По ней можно довольно наглядно изучить эволюцию столь важных для пассажира маленьких бумажек. «Напильник-22» продолжает экскурс в прошлое, но через настоящее. Блогер называет барнаульской концкамерой музей «Мир времени». Хозяин музея Сергей Карипанов говорит, дайте мне больше места, и Алтайский край ахнет от удивления. Проект barnapple.ru, как всегда, держит руку на пульсе актуального градостроительства. Оказывается, есть проект реконструкции стадиона «Локомотив», что в краевой столице. Автор материала считает, что яичная тема породит немало шуток среди населения. Пока на Алтае мела метель, пуночки, птицы такие, совершали альпинистские восхождения. Так считает блогер, называющий себя «большой ух». Полевые воробьи и лапланский подорожник меж тем меняют оперение на весенне-брачное. Ну и полезный совет напоследок. Автомобильный блог «Мой самурай» анализирует освежитель воздуха для машин. Брать жидкий ароматизатор, гелевый или же ароматную елочку решайте после прочтения материала. А сейчас традиционное видео на закуску. Недавно, уже в этом году, в Алтайском крае проходил первый чемпионат России по кунг-фу. Почему именно в Барнаулен? Не столь важно. Просто предлагаем вам посмотреть, что по итогам турнира наваяли онлайн-креативщики. Много черных планов, громкая музыка и настоящее кунг-фу. На этом я, Константин Барниман, с вами прощаюсь. Смотрите «Альтернативу». И помните, цифровой мир, конечно, меняет нас, но и мы просто-таки должны привнести в него что-то новое. Счастливо! И да пребудет с вами «Альтернатива». Альтернатива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альтернатива. Первый чемпионат России по кунг-фу дисциплина «Таулу» объявляется открытым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альтернатива. Альтернатива. Альтернатива.